Свыше 4 тысяч задержанных в разных городах США. Это и те, кто нарушал комендантский час, которые действуют в крупнейших американских агломерациях, и те, кто участвовал в погромах магазинов и иных бизнесов. Весь личный состав нацгвардии расквартированный в Вашингтоне был призван вместе с полицией восстановить порядок. В столице страны протестующие попытались в том числе и перелезть через ограду Белого дома. И тогда в действие включился секрет-сервис, так называется служба охраны президента. Трамп, первая леди и их сын были эвакуированы и размещены в подземном бункере. Чуть позже руководитель американской администрации выпустил твит, в котором заявил, что Антифа, многих ее членов подозревают в организации участия в беспорядках, будет объявлена, цитата, террористической организации. В общей сложности об этом сообщает осуши этот пресс со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. На улицу Вашингтона были выведены свыше 1200 нацгвардейцев. Протесты начались неделю назад, когда полиция Миннеаполиса, вызванная кассиром магазина, арестовала афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщается, Флойд пытался расплатиться 20-долларовой фальшивой банкнотой. Правоохранители надели на него наручники, при этом, как стало известно, Флойд не оказывал сопротивления, но против него был проведен силовой прием, который в итоге окончился его гибелью. Пресса обращает внимание, что в протестах участвуют представители всех социальных стран и расовых групп. В Нью-Йорке арестованы два юриста, занимавшиеся корпоративным правом за участие в насильственных действиях против полиции. Им может грозить до 20 лет тюремного заключения.